Вегас Квадрон Нет, да и в группе действительно не было грознее соперников, чем Na'Vi Но вот с Na'Vi справились лондонцы Я лично, например, думал, что они и дальше будут тащить Такая серьезная победа над серьезной командой Такой хороший старт Ну, со старта London Conspiracy и забуксовали на месте Na'Vi обошли, а дальше траблы, траблы, траблы В итоге единственная победа, которая была у London Conspiracy, это против Na'Vi Если бы она могла сыграть на руку London Conspiracy Точнее могла сыграть на руку London Conspiracy Только в одном случае, если бы London у нас по одинаковому количеству очков имели с новями Но у них одинаковое количество очков с Вегас Квадрон Поэтому тут абсолютно причем одинаковое Одна победа, одна ничья, одно поражение И от данной катки зависит выход дальнейший в сетку лозеров в плей-офф квалификации То есть победитель данной пары выходит у нас в квалификацию дальнейшую То есть во второй этап выходит сетку лозеров и будет сражаться против Nipof И по сути вообще эта игра играется в формате Best of 2 Если вдруг вы видели где-то инфу насчет того, что игра в формате Best of 3 Я сейчас объясню почему и как такое может в принципе быть Все матчи играются в формате Best of 2 И просто в данном случае, если London Conspiracy С Вегас Квадрон, свою Best of 2 играют в ничью, играют 1-1 И счет становится у нас равным Они получают фактически по одному поинту и нихрена вообще не меняется 5 очков становится что у одной команды, что у другой И для того, чтобы решить, кто из них все-таки сильнее, кто поднимается на вторую позицию Понадобится еще плюс один матч, еще одна катка Best of 1 Поэтому, наверное, я не думаю, что Valve, скорее всего, это сайты, которые дают информацию касательно этих матчей Объединили так для себя По сути то же самое Те же яйца под другим углом Но здесь игра играется в формате Best of 2 И Вегас Квадрон имеет возможность ее закончить уже сейчас То есть если выигрывают они в London Conspiracy вторую катку Выходят в квалификацию Там Nipy, там Na'Vi, там Forenker SintiCaptain Там веселье А что ожидает проигравшего в этой, в этом, в этом, не единоборстве, да, в этой борьбе, в общем-то Что ожидает? Ничего, в принципе, не ожидает, кроме боли и разочарования И просмотр Интернешнала исключительно на стримах Ну или если купили себе компендиумы, то из Dota TV Смотри и учись, как играют взрослые дяди Ну, команда Вегас Квадрон уже укомплектовалась Они взяли Даззла, Дизраптора, как саппортов Взяли Бестмастера на сложную SF у нас отправляется на мидлейн И Паша будет играть на Дроу Рейнджер Из пяти героев команды Вегас Квадрон Четыре героя имеют рейндж-атаку Поэтому Дроу Рейнджер заходит на пять с плюсом И, что еще важно, Бестмастер обладает таким вот скиллом, как вызов Кабана И Кабан бьет рейнджевой атакой То есть Кабан тоже будет бить просто как сумасшедший Под аурой Паши, под аурой Дроу Рейнджер Так что, в принципе, комбата ясна Должно быть много дэмэджа у команды Вегас Чтобы в файтах они команду LC не чувствовали, в принципе Мадара забирает себе Вайпера Очень серьезный пик Как по мне, Вайпер сам по себе герой Которого редко отправляют на роль мейнкерри Либо он идет у нас на мидлейн Либо он идет у нас на сложную В соло, причем На сложную линию, чтобы в Вайперстрайк себе заработать И начинаем файтиться Вывез себе Мекку Получил Вайперстрайк И приходи к нам, танкуй Тут Вайпер у нас ДДшник Мадара обычно играет у нас на мейнкерри Вот и Кири Герой В данном случае Вайпер На сложную команду Лондон Конспираси Отправляет Скайларка на Дарксире Не сказанно рад я появлению Дарксира Дарксира в современной мете Тоже как-то без него вообще скукотища была И Дарксир сейчас играет в составе команды Лондон Конспираси В прошлой игре он был для Веги И играл на нем маг Я не могу до сих пор понять Этот тупняк мне просто не ясен Что не так с Дарксирами Дарксиры любого уровня Любой команды у нас сначала делают стяжку Потом ставят стенку Почему не поставить стенку и не стануть всех на нее Потому что пока они делают стяжку Все разбегаются И там ну Вега Сквадрон ФБ забирают Мы это прекрасно видели Рубика отправляют в таверну Сема Заслеер получает ФБ у нас Скайларк забирает себе руну богатства И Кайзер тоже забирает себе баунти руну Потому что команды Вега Сквадрон за руны не бьется Они серьезные Они бьются у нас за фраги По экспе Они Выиграли в этом файте Сколько там Да нисколько Не выиграли в этом файте По экспириенсу По золоту выиграли 200 Но сейчас эти руны Дадут о себе знать Руны эти даже дороже будут Чем ФБ Но сам факт Что команды Вега Сквадрон Уже Размочила счет Уже счет 0-1 Поэтому можно Можно драться Можно драться Но ван На эсэфе Против Кайзера на драгонайте У Кайзера уже 3 на 1 У ноуана только первый крип Ну и ноуан Ничего так продолжает фармить Некромастер Вкачал ноуан Поэтому для него важно На ранних минутах Зарабатывать Крипов Как своих Так и чужих Без разницы абсолютно Ну и ноуан Примерно этим и занимается Уже 3 души у него есть Да Немножко не дофармливая здесь ноуан Но этот вопрос Не к нему Это вопрос К количеству дэмэджа Которые Айсфрок и Валве Дают у нас ССФу на ранних минутах 48 дэмэджа Попробую тут перефармить Тот же тавер Да и оппонента Переформить Как у Кайзера 56 А у ноуана 48 Сейчас конечно Ноуан уже Настрелял себе 8 душ есть для него Дополнительный дэмэдж Ну и левел постепенно У Шадоу Финда Поднимается В итоге у Кайзера Теперь 56 дэмэджа А для ноуана уже Внимание Для ноуана уже 76 Вот и пожалуйста Вот ты думай Хорош ли Драгонайт Против СФа В мидлейне На первых минутах До первых убитых крипов Конечно не просто Хорошая великолепия Но что после Начинается Неясно 80 дэмэджа Уже для ноуана Некромастери Все еще первого левела Тоже есть куда расти 11 душ для СФа 12 51 Плюс 33 84 дэмэджа И это скорее всего Крип тоже отойдет Для ноуана Ну все Некромастери Почти под фул уже Для ноуана Ну понятно что Сейчас будет вкачан Второго левела Некромастери Есть куда расти В таким количеством Дэмэджа Теперь и Дэнай Очень просто Дается СФ Просто Кайлом Сейчас всех забирает Правильно понимаю? Скорее всего Ну вот этот крип Вот он Промазывает Кайлом У нас СФ Немножко перенервничал 17 душ 100 дэмэджа Для Шадоу Финда Интересно хочу Так Рубик у нас Представит по хп На топ лейне Рубик под шадоу страйком Не умер Не умер Соло здесь Не добивает Рубика Хотя очень близок Был к этому 3 минуты с копейками По золоту Лондон конспири Если выигрывают 50 По экспириенсу Вообще ничего не выигрывает Ну и Мадара Как идет 10 на 3 у Мадары У Паши 12 на 1 Дроу Рейнджер Идет через Газ Через Присешен Ауру Кстати Это какая-то иммортал Как я понимаю Дровку меняет У нас Рар 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 Камон Камон Рар Аж Почему поменялись Скиллы Тогда у Дроу Рейнджер Нет Непонятно Непонятно По-моему Внешний вид скиллов У нас поменялся И здесь Виверновый скилл Вообще Что происходит Ну что Паша у нас Очень сильно Получает Тот Спартана Спартана Дикей Аж через 6 секунд Паша должен уходить Томпсон поставили Томпсон Бил неприятно Но Паша На безопасном расстоянии Уже Посмотрите на закуп Дроу Рейнджер 3 цирклетки 3 цирклетки Это 3 рейсбэнда В перспективе Ну и это Максимальный дэмэдж Который Дроу Рейнджер На ранних минутах Может вывести Все стоит дешево Но при этом Все в руках Дроу Рейнджер Более чем Серьезно дамажит У Ноуана На данный момент 57 Плюс 56 60 даже Плюс 56 дэмэдж Плюс 58 Ну сотка с руки От Ноуана Дерейс не хочу У Кайзера 62 Драгон Найт Теперь у нас В неприятной ситуации Вега Выфармливали Чуть-чуть получше Правда тут Немного Я смотрю какой-то Камбэк был От Лондон Конспирис Но все это Мало И Пока что Не имеет Какой-то важной Ценности Какой-то Общематчевой Поднимает у нас Соло Возвращает назад Через телекинес Его Рубик Томп Стоун Поставил у нас Спартан Соло скорее всего Будет забирать На соло Повесили Грейв Ну и должен Паша хоть как-то У нас Спартана Хотя бы забирать Соло без вопросов Здесь умирает Спартан на Лоу ХП Нет здесь В принципе Ничего для Паши Кстати Спартан Прячется в кусты И выходит уже Подхиленный Вот Мадара Тоже мог бы умереть Газ Юзает у нас Паша И надо отходить Пойзон атаку Вайпера Неприятная вещь Ноуан приходит Даблкил от Вега Складрон И Спартан Будет третьим Киллом Для Ноуан Триплкил В одном файте Еще и где-то Забрали у нас Дарксира Где же его забирать Еще Забрали Дарксира У нас на нижнем лане 4 в 0 Дерется 4 в 1 Точнее Дерется команда Вега Складрон По голде Они явно Выходят вперед По экспириенсу Тоже Вега Опережают своих Соперников Подрались На ура просто Два рейсбэнда Для Паши Уже есть В принципе И на третий Есть деньги Просто что Курьер у нас же Не бесконечный Всего 6 слотов И эти 6 слотов Уже были заняты Ну и третий Рейсбэнд Появится для Паши Либо это будет Мэджик Вон Тоже вещь В принципе нужная С учетом того Что Рубик Здесь периодически Прошивает Фейтболтом Плюс Дикей от Утан Дайенга Нон стоп Вообще Может быть Цирклет все-таки Превратится у нас А в Мэджик Вонт Закрывает у нас Пашу На топ-лейне По Дайеншелам Здесь Вайпер У Паши Громаднейшие проблемы И близко даже Никто не подходит Тут еще и Томпсон стоит Понятно что Паша Здесь разваливается Но правда в это время Скайларк Наполучал от Мага И Маг кстати Тоже может здесь и остаться Стенка есть Стенка стоит И Маг постоянно По ней бегает Правда до сих пор Живые иллюзии Пока что Одну Дроу Рейнджер Забрали Соло уходит у нас Чуть-чуть вглубь Соло у нас между Т1 и Т2 Ну и команда Лондон Конспираси Должна забирать Первый Тауэр По топу Забирают По голде Лондонцы Где-то уже должны быть Ближе к нолю По экспириенсу Тоже по идее Должны отыграться Они проигрывают По фрагам Но они забрали Тауэр И они ответили Важным убийством Убили Дроу Рейнджера Паша вообще Ни одного килла В этой игре Еще не сделал У него есть 4 асиста Но убийство Ноль Дроу Рейнджер Берет 6 левел Все 6 левел Для дровки Дэмэджа 150 с руки Уже это безусловный плюс Так, Скайларк В это время На нижнем лане У нас В принципе Стоит в соло Пока маг отходил Дарксир Побыстренько Вернулся на лайн Подфармить Маг В свою очередь Готовится выйти В Некрономикон У мага уже есть Ставфа Физодри Ну и немножко По голде Накопил сверху Тут в принципе Будет обычный тапок И под него Некрономикон Третьего левела А только потом Потом скорее всего Еще и даггер появится А уже потом Будет грейдиться тапок Это стандартная В общем-то схема Я думаю Что по ней Пойдет у нас маг Ну и Рингов Базилус Приобретает себе Приобретает себе Кто? Куда летит Крип? Может не очень понимаю Куда летит Крип? А, Крип Все, все, все Да, я перепутал Вообще команду Вега Сквадрон Они Мне почему-то За Рейдентов Показалось играют Я подумал Что кому-то Из вражеских героев Летит Крип Команда Вега Сквадрон И где-то не до контроля Паша у нас Имеет Рингов Аквила И есть два рейсбэнда Поэтому дэмэджить Мать муще Ну что, ждем Паша просто делает ТП от Манал он вообще Здесь драться Нет, Паша возвращает Никуда ты тут ТПшку сделать Не сможешь Лондон Конспираси В принципе Варианты для файта Более чем полезны Есть чем сбить ТП Есть Да кто угодно Есть Драгон Найт Со Станом И Рубик С Терекинезом И Пожалуйста В итоге ТП-аут у нас Просто-напросто Паша не делает И Дазлот тоже забирает 700 голды Зарабатывает Команда Лондон Конспираси 812 по Экспириенсу Тоже для них Они уже впереди По золоту И по экспе Скоро окажутся В ноле Ммм Да Ноуан Выходит В Мекку У него есть Хедрес У него есть Баклер И немного Осталось Накопить денег До появления Мекасма Пока что Ноуан В файтах Очень неуверенно Выглядит Они уже проигрывают По Галде Скоро начнут Проигрывать По Экспи Если и дальше Ситуация будет Такой Вот И какие-то Решительные шаги Придется делать Выход Готовится на Мадару Мадару есть Вайперстрайк У него Корузевскин Третьего левела Пробивать его Конечно же Нелегко Но не сказать Что прям Невозможно Маг Наорал на Мадару Так далеко Ноуан Очень далеко Средний коил Дальний Мадара На лоу хп Но файт возвращается Тэп аут от ноуана Тэп аут от мага Зачем приходили Непонятно Но в это время У нас сливается Соло На Дарксири Сливается в мидлейне Забирает его Сейчас глянем Кто Рубик Рубик забирает Дезрак У Рубика еще нет Шестого левела Поэтому еще Скиллы тут пока Тыреные Для команды Лондон Конспирис Не имеются Были бы вообще Страх Начался Для Вега Складрон Ноуан Уже в принципе С готовой мекой Все рецепт приобретает Рецепт у нас Полетел в курьере По графикам Ноль полный По экспириенсам Тысяча В пользу Вега По экспириенсам По экспириенсу Ну и Вега По топлейну Решила подпушить Паши С руки На самом деле Очень таки много Пробивает Паши Это еще без Произывания ауры Вот Да и все кто рядом Тут же Сема Заслеер Уже с руки Наваливает так Как Драгон Найт Например не бьет Я уже молчу о Рубике Дарк Сире И Андай ТП на подсейв От Кайзера Кайзер в форме прилетает Сразу Со старта Чтобы Напугать команду Вега Складрон У него это получается Разворачиваются И улетают На фар Ну по тим По тим артефакт Важным командам Давайте пройдемся Вега Уже имеет в принципе Некрономикона Первого левела Магу осталось только принести Покемона в себе Есть мека для СФ Ну и все Мазеслеер у нас С Аркан Бутсами У Соло Ничего нет В принципе Вообще Как артефакт Никаких артефактов Важных для команды Что здесь По меке По меке пока ничего Аркан Бутсы Есть у Спартана У Вайпера Мека по идее Должна быть Но я думаю Что этого Вайпера Скорее всего Просто Максимальный дэмэдж Будут тарить Да у Вайпера Появляется Глобс оф Хейст После Рингов Аквила Я так понимаю Что в Мьелнер Выйдет у нас Или Медас Будет для Мадары И то и другое В принципе Я на Вайпере видел И то и другое Работает Мадара Прибитает себе Глобс оф Хейст Кайзер 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 Готовится в БКБ Выйти У Рубика Нифигища Нет вообще И для Дарк Сира Уже готова мека Да Мека есть А Аркан Бутсы Есть Также со стороны Команды Вега Сквадрон Ну что Вега перемещается На нижней лайн Ульта пошла у нас Вот всем из Слэйра Тауэр забирает Пока ульта действует Можно было как-то И ниже подпушить Может даже Под Т3 зайти Если есть мека Есть ульты Почему бы не подраться ЛСФ На девятом левеле Нет еще ульта Но Ван будет Десятый-одиннадцатый Как я понимаю Реквим оф Сол качается А вот Лондон Конспирси подумали Если мы снесли Т2 Какая следующая цель Следующая цель Т3 И заходят уже на хайграунд Тринадцатая минута Сороковая секунда Греческий коллектив Пушит Тауэр у нас На хайграунде Команды Вега Сквадрон Да чуть-чуть Да не сильно Да ничего так Особенно Тауэру Пока не угрожает Но это Согласитесь Уже неприятно Они уже показали Что настроены решительно Вега выигрывает Полторы тысячи По золоту А по экспириенсу Тоже Вега Впереди Тысяча двести По идее Они должны быть Вроде как бы И сильнее в файтах Плюс такие артефакты Как Мингрономикон Уже есть Статик Штормани То Дезраптора Это безусловный минус Немного совсем Надо соло До шестого левела Так наорали он у нас На Кайзера Пошел Том Стоун На хайграунде Ноуан разультился Ульта первого левела Ставил стенку У нас Дарксир На лохэп Мадара Не такой уж Непробивной здесь вайпер Ну и Вега отбились Стена стоит Стена первого левела Стена никого тут Вообще не чешет совершенно Поэтому Команда Вега Сквадрон Отбила первую атаку И Лондон Конспираси Здесь поняли Что пока рано заходить Пока рано Как бы потом Слишком поздно не было Для того чтобы Заходить на хайграунд У Веги Мне кажется Динамика Их Динамика Их Мощности в файте Гораздо выше То есть они Гораздо Быстрее Становятся Сильнее Если говорить коряво Но Максимально доступно Передать мысль Паша Паша Набирает Дамагу С огромнейшим Количеством С огромнейшей Скоростью Точнее Огр Клаб Есть Скоро появится БКБ для него У Ноуана Та же история Огр Клаб Есть Скоро будет БКБ Тысяча голды На руках И Паша Тоже Почти Тысяча На руках Кто будет Брать Аэгис Забегает У нас Кайзер Под Сюрджом От Дарксира От Соло Удачный Кенетик Филд Не очень Удачный Статик Шторм Никого В принципе Даже Не продамажил Ну и ТПАУ Делает Команда Вегас Квадрон И здесь Кого-то Могут Оставить Скорее всего Ноуана Ноуана Пытаются Разобрать И у них Это отлично Получается Лондон Конспириси Зажали Просто у нас В Рошпите И СФ И Соло И даблкил От команды Лондон Конспириси Тысячу Сто Заработали По голде Тысячу Четыреста По экспириенсу Забрали Року Ну вот такой Подарок От команды Вегас Квадрон Берите Нам не жалко Мы первую игру Выиграли Типа Забирайте Нас забирайте Рошана Жесть вообще Лондон Конспириси Здесь конечно Отыграли Достаточно Серьезную сумму По данным Графикам Так точно По артефактам Давайте пробежимся У Андаинга Даже не буду Вслух Обсуждать Это у Мадары Появляется Хенд оф Мидас Есть у него Ринго Факвила И ПТ Наличие Хенд оф Мидас Говорит о том Что Вайпера готовят У нас Супер Пупер Лейд Рубик Такой себе Рубик Есть Аркан Букс И больше В принципе Ничего интересного Для Дарксира Есть Мека И 1100 На руках Я думаю Что Скайларк Скорее всего Следующим артефактом Купит у нас Блинк Даггер Для Драгон Найта Уже готов БКБ У Кайзера Есть БКБ Ни у кого Из команды Вегас Квадрон Еще БКБ Нет А у Кайзера Уже имеется Ну и Веги Еще тут По рецепту Собирать А СФ Более того Еще и 1600 Надо на метрилхамер Собирать Потому что О рецепте Думать Очень быстро Справились у нас С Сандайингом Статик Шторм Под ноги От Соло Я кстати Как-то не очень Доволен Статик Штормами Соло Не идеальные Не получаются Ну и не то что Не идеальные Больше как-то Такие Статик Штормы От Директора Паники Если бы здесь Поймать У нас Вот здесь В файте Поймать У нас В Кенетик Филд Пятерых А не просто Поставить Кенетик Филд Чтобы на 3 секунды У нас Подступить К команду Лондон Конспирас И поймать их В Кенетик Филд Дать Статик Шторм Под ноги И СФ Там бы Разулетился Нормально И Газ Зашел бы От дровки Великолепный А там уже Можно было и расстреливать И покемона От бестмастера Все это было бы Поэтому здесь Конечно считаю Неудачная Игра В данном муве От Соло В данном файте То есть Кенетик Филд Должен был быть Точнее Намного Лондон Конспирас Выходили вперед На 1000 Вышли на 1000 Вперед И вернулись Как за хлебом Выходили и вернулись Глимс у нас Кого-то куда-то Уже и не понять Ну и по XP Лондон Конспирас Пока что впереди На 500 Нормальный Массированный пуш От команды Гага-сквадроны Теперь они действуют По технологии Лондон Конспирас Снесли Т2 Гол на Т3 И примерно Так же и поступили Снесли тут 150 Там 200 хп Стяжка пошла У нас с Соло Соло забирают Но Ван Лети отсюда И Сема за Слеер Тоже по хорошему Булетел Нет Соло Остается драться Остается драться С Рубиком Но Скайларк Через Айншелл Проблем Соло Может много организовать Я не понимаю Соло сам себя Глимсует Или что происходит Или это Рубик У нас украл Глимс Сема за Слеер На лоу хп Ну это вопрос времени И нейтралам Не отдастся у нас Дарксер В итоге Забрали Вайпера На топ лейне Игроки команды Вега-сквадрон И разменяли Двух саппортов на миде Масс файт Мы наблюдали в миде В это время там Вайпер додыхал Вега выигрывают Более 2000 по золоту И Вега Выигрывают Чуть более Ноля по экспириенсу Угу Ну что Спартан Перемещается Поближе к своей команде Ну здесь Файты на самом деле Во многом Строятся на эндайинге Очень много Зависит от Удачно поставленного Томп Стон Томп Стон замедляет Всех вокруг И это идеально Для Драгон Найта Который с плэшом Тут валит по всем И это идеально Конечно же Для Вайпера Которому просто Надо стоять И из пулемета В одну Во вторую В третью В четвертую сторону Миссить Но ван в инвизи Смол провязала Команда Лондон Конспириси Что не так Ребята Что-то пошло не так Но ван понимает Что игроки Команда Лондон Конспириси Понимают Что кто-то Был рядом Поэтому он просто Разворачивается И уходит Пока его не начали Искать У нас находят Дроу Рейнджер ТП У Паши 20 секунд Еще в КД Поэтому Паша Просто лесами Лесами И по-быстрому Партизанник Понял что Избавился от погони Появляются у нас На карте Кайзер и Спартан Сейчас им Мадара будет Здесь И команда Вега-Сквадрон Должна понимать Что мид там Могут и потерять Там бас стоит у нас На хайграунде Глиф провязала Вега-Сквадрон У мага есть Праймл Рор У него есть Некра третьего левела Надо сразу Справляться здесь Наверное Со Спартаном Со Спартан У нас Флэш-голем Форму входит Глимсонули Кого-то у нас Ой-ой-ой Неужели Дроу Рейнджер Глимсонули Да, это Дроу Рейнджер Рубик Глимсонул Дровки не будет В файте Дровки не будет В файте А значит Что минус Один Важный герой Для Веги Который Сто процентным Плюсом был Кайзер БКБ Минус два Делает команда Вега-Сквадрон Срать вообще На Дроу Рейнджер Будем драться Без нее Ну и уже Паша подходит У нас в спину Рубику Здесь просто Вега развалит Своих оппонентов Обиделись Вега-Сквадрон Что Наши Дроу Рейнджер Поступили Так некрасиво Не по-джентльменски Тим Вайп От них Посмотрите на Золото Которое Вега Заработали в этом файте 2222 И по экспириенсу 5000 Сами цифры Красивые Но больше Конечно Радует Количество Этих поинтов Которые они Сейчас отыграли По голде Они выигрывают Уже 4000 По экспириенсу По 3000 Тоже в пользу Вега-Сквадрон Байбеки В принципе Нас не интересуют Потому что Тут недолго Всем быть в таверне Уже есть 4 из 5 На карте Вот Собственно И команда Вега-Сквадрон Такое получилось Убийство ради убийства Пропушить они Линию пропушили Вплоть до хайграунда Ну просто сейчас Назад Крипов погонит Команда Лондон Конспирис Важно все-таки Количество Денег И экспы Которые вынесли Игроки Команды Вега-Сквадрон И важен Моральный аспект Данного файта Они показали Что и вчетвером На подходах К своему хайграунду Готовы встречать Соперника И отрывать Кабинеты Тут действительно Пятерым просто Кабину разбили Смотрелось Достаточно Ярко Это все Что Первый По Нетворсу У нас Snow 1 Shadowfint Выходит В Butterfly На данный момент На данный момент Есть уже Иглсунг Ну и Надо еще Собирать 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 Для Паши Появляется Яша Паша И Яша Супер Тандем Мордипмаск Имеется Паша Кстати Мом Здесь не собирал Может быть Позже будет А может и не будет В принципе Пока Дроу И без Мома Нормально себя чувствует По второй По Нетворсу У нас Кайзер Несмотря на то Что Команда его Проигрывает И по голде И по экспириенсу Достаточно серьезно Проигрывает Кайзер У нас Ничего так Еще На второй позиции Держится До поры до времени Обгонял Дровку Сейчас у нас Паша Вышел вперед Ну и у Кайзера Есть БКБ Есть Пауэртрет С Драма Фендеранс На этом Артефакты Кайзера Заканчиваются Для 24 минуты Минута Достаточно неплохо Возвращает у нас Кайзера А Кайзер не хочет Возвращаться Разрывает Обратный билет За счет БКБ И Глимс Произван Впустую Дизраптор Дизраптору надо Всегда что-то Юзать Например С Understrike Первого левела Глимс Дарить Это хорошо Что Вега Сквадрон К моменту захода На хайграунд Лондон Конспираси Уже обладали Такой мощью Что можно было В четвером Против пятерых Драться на хайграунде Вот А там Глимс Подаренный Дизраптором Рубику На самом деле Мог бы стоить Целой стороны Команде Команде Вега Сквадрон Юзни С Understrike Не ходи с Глимсом Произванным Соло Так Ну что Лондон Конспираси Проигрывают 7000 золота И 7000 экспириенс Вот вам Так Все Все Приносит Дроу Рейнджер У нас Mask of Madness Себе Есть уже Яша Для дровки Скорость атаки Громадная Дэмэдж Тоже приличный Для дроу Рейнджер Еще не будем забывать Про Пресешен Ауру Тут вся команда Вега Сквадрон Под Пресешен Аурой Бьет достаточно мощно Удастло 135 С руки Что это такое На 25 минуте Без артефактов В принципе Но это все Это все Наша Синекожая красотка Бестмастер Уже приобретает себе Даггер Ну ситуация В общем то Стандартная Ситуация Которую я описывал И в начале Этой игры Сначала будут Макситься Некра Потом появится Даггер А Тапа Как был бомжовым Так бомжовым И останется Пока вот эти Артефакты Не нарисуются Теперь маг Конечно может Себе и ПТ Позволить Серьезно Так Третьим артефактом ПТшку собрать Ну От Бестмастера Что требуется От Бестмастера Требуется дать Классный Праймал Рор Произвать покемонов И смотреть Как команда Соперника Гниет Под покемонами И под Отравой кабана Кабан Меня всегда поражали Эти кабаны Кабан Вот Как назвать Вот это существо Кабаном Это только если он Где-то во дворе Под подъездом сидел И у него кличка Такая стала Кабан Это же собака Роха Через несколько секунд У нас упадет И Уже здесь Сема Зеслеер То есть И пытается дать инфу Своим партнерам По команде По графикам Все вообще великолепно Для Вегас Квадрон Все Все идет по плану Мак Юзает у нас Некров И после Праймал Рора Мадару просто Разрывает Нет Мадара не умирает Еще и под сейф Пошел от Спартана И Мега от Скайларка И Маг должен улетать Должен И все-таки улетает Магу здесь повезло Если бы не Скайларк Если бы Не Спартан То уфлейнер Команды Вегас Квадрон Он же Маг Убивал В соло бы Мейнкери Команды Лондон Конспирайс В это время Вега Пока все озабочены были Зализыванием Ран Вайпера По-тихому Забирает Рошана Может быть Не может быть А это факт Суть Бессмастера Была в том Чтобы стянуть Всех на себя И Либо тэп аут Либо не тэп аут Там как пойдет уже Стянуть всех на топ лейн И отвлечь внимание Пока его Тиммейты Забирают Роху Роху забрали А Эггис у нас Для СФ У СФ уже есть Баттерфляй Есть БКБ Есть Баттерфляй Есть Мека Пробивать По-моему Нечем Кто будет бить Непонятно Кайзер разве что Сплэшом будет дамажить Вайпер Половину ударов Тут вообще Впустую Отправит Ну что По Голоде Вега Выигрывают 9000 По экспириенсу Более десятки Номан Вместе с магом По топ лейн Здесь они будут Я так понимаю Давить экономически Теперь своих оппонентов У них есть преимущество Как по героям Так конкретно И географическое преимущество Они мощнее в файтах Они могут навязать файт В любой части карты Своим оппонентам И с большой вероятностью Выигрывают этот файт Если сильно не наплужат Поэтому Тут просто теперь Давление будет эмоциональное На команду London Conspiracy Все время где-то На хайграунде Либо здесь Либо на хайграунде Вот здесь Будет кто-то Светиться Из игроков Команды Вегас Квадрон И команда London Conspiracy Будет Немножко Начинать Паниковать То есть Выходить туда Файтиться Вдруг там 5 героев London Conspiracy Не решит Не решит сам То есть Даже Соло Здесь по сути Пугает теперь Команду London Conspiracy Правда Вдвоем Не надо появляться Потому что Пойму Что если 2 здесь И Соло здесь То Соло там Максимум здесь будет С Дазлом И Дроу Рейнджера Втроем Вчетвером 2-3 героев Забрать London Conspiracy Все-таки Еще в состоянии Вчетверситететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететет Он юзанул глимс, чтобы развести на БКБ. Я так понимаю, серьезная аналитика у нас в чате. То есть если бы он юзанул глимс, и БКБ чувак не прожал бы и вернулся туда, он бы не бил его. То есть, блин, задача не удалась, то есть на БКБ я его не развел, он все-таки вернулся назад. Ладно, разворачиваемся и уходим. Это не развод на БКБ, это попытка гонгануть. А БКБ на то не гонгануть, а просто забрать килл. И это с ДК было на мидлейне. Там была бы большая пачка вокруг. То есть, если бы ДК у нас БКБ не провязал, его бы убивали. Это не разводка на БКБ, а нормальная попытка убить. Ну что, Ноу Ван у нас под Тамбой стоит. У Ноу Вана не все, конечно. Здесь радужно Тамбу надо разбивать. БКБ от Ноу Вана. Его развели на БКБ. Вот, Ноу Ван быстренько забирает у нас Тамбу. И за Спартана может продолжать файт. Ульта от Ноу Вана, по-моему, задела только Дарк Сира. В инвизе пытался здесь уйти у нас Андайн. Кондайн не уходит Ноу Ван под Шаллоу Грейвом. У Ноу Вана, если что, есть Аэгис. Начинает наплевать по нему Вайпер. На лоу ХП Ноу Ван, поэтому Ноу Вана можно и забирать. И на лоу ХП здесь что Вайпер, что Скайларк валит отсюда. Ну, гнать их на самом деле надо было бы до собственного хайграунда. Дарк Сир байбэкнулся в этом файте. Ну и что, одного Соло сейчас нет на карте. Дроу Рейнджер уже появилась. Дровка бежит у нас на центральную линию. И команде Вега Сквадрон надо бы и подпушить. Как минимум попробовать зайти на хайграунд. У них есть 11 тысяч преимущества по золоту. 14 тысяч по ХП. По артефактам тоже всего предостаточно. И для пуша, вот например, такой артефакт, как Монта Стайл на Дроу Рейнджер. Вещь великолепная. То есть, иллюзии нон-стоп забрасывай по КД на хайграунд. С таким дэмэджем, который есть у Дроу Рейнджер, я думаю, что и для иллюзий не проблема. За 3-4 захода спушить Тауэр. Тут уже действительно цена победы достаточно высока. Команде Вега Сквадрону лучше бы не рисковать. Они владеют ситуацией. У них есть преимущества. И они должны просто-напросто додавить своих соперников. 11 тысяч Вега Сквадрону золота, 14 экспа, но это уже было. Глимс назад. Развод у нас пошел на БКБ. Вот у нас у Скайларка нет, например, БКБ. Его не развели. То же самое ожидал у нас Драгонайта. Если бы его тогда... Глимсанули назад. Рубик у нас приседает по ХП. На топ-лейне Рубика развалили. Сёма Зеслеер. Под шалу грейв. И быстренько валить отсюда. Кстати, Сёма может у нас и скончаться. Нет, Сёма Зеслеер у нас выживает. А в это время у нас Ноуан забирает Вайпера. Мега килл для Ноуана. И Драгонайт у нас на нижнем лайне на хайграунде сливается. Тим Вайп от команды Вега Сквадрон. Они забирают одну линию. И сейчас будут заходить на вторую. Не должен СФ у нас никуда перемещаться. Драться здесь могут Вега Сквадрон. Надо пушить топ-лейн. Сейчас, скорее всего, Вега Сквадрон забирают у нас две линии. На мид-лейн моментально уже у нас переходит МАК, где все остальные. Так, бараки продолжают падать. А Эггис у СФа спал. Ну, Эггис... Не А Эггис, у СФ... Короче говоря, А Эггис у СФа спал, разумеется. Но статов у СФа уже бред достаточно. Ульта от СФа по Кайзеру. Кайзер более половины ХП уже потерял. Кайзер в таверну. И настреливают по Мадаре. Настреливают по Рубику. И Мадара просто идет отдаваться. Unstoppable для Ноуана. Даблкилл в этом файте от Паши. Всех под стеночку. Давайте. Минус 4 делает Вега Сквадрон. ГГ ВП. Ну что, ребят. Мы поздравляем команду Вега Сквадрон с победой в данном матче. Они зарабатывают 3 поинта. Перемещаются на вторую позицию с 8 очками, по-моему, да? Сейчас точно вам скажу. Да, у них... Нет, у них становится 7 поинтов. Они на 2 поинта отсутствуют от Нави. Но это уже не важно. Лондон Конспираси. Навийные обидчики. Вылетают у нас из турнира. Из борьбы за выход на Интернешнл. А команда... Команда Вега Сквадрон зарабатывает право бороться дальше. Они занимают вторую позицию. И будут в сетке лузеров сражаться против коллектива ниндзи в пижамах. Будет это... Сейчас скажу вам, когда будет это сегодня. Будет это сегодня в 8 часов по Киеву и по Москве. НИП против команды Вега Сквадрон. Ну и у нас на повестке матч между командами Нави и 4Rankers NC Captain. Они сейчас будут решать, кто у нас идет сразу в гранд-финал. Кто у нас сразу же переходит на последний рубеж перед выходом из европейских квалификаций. Пожелаем удачи обеим командам. Услышимся с вами через несколько минут. Я думаю, что... Так, одну секундочку. 15.00 или сколько у нас? Ой-ой-ой. Секунду. Так, я тут заплужил. Сейчас проверим. 17.00, да, Фрэнкерсен, Нави. Все, тогда через 2 часа у нас данные, ребятки. Хорошо, ну смотрите. По расписанию я смотрю, что Фрэнкерсен Секептен против Нави перенесли на 17.00. Я сегодня в 15, кстати, наблюдал, что этот матч должен бы быть. Видимо, сдвиг случился какой-то. Нави... Нипы против Веги по расписанию я вижу, что в 20.00 должны начаться. То есть, эта игра, сетка лузеров стоит по расписанию 31 мая в 20.00. Ну, прощаемся в любом случае до Нави. Нави переносить не должны. Нави сегодня сыграют свою игру. Сетка венеров, возможно, для Нави уже и закончится. И там уже в гранд-финале будут ждать своих оппонентов. Очень на это надеюсь. Вы, дорогие наши друзья, не забывайте подписываться перед выходом. Прощаемся с вами ненадолго. Прощаемся всего на пару часов. И в 17.00 встречаемся на Нави против Фрэнкерсен Секептен. Два первых места группа А и группы Б европейской квалификации. Болеем за наших. Ждем, верим, надеемся. До скорой связи. Студия Грекам ТВ. У микрофона друг. Пока что меньше играйте в Доту. Больше читайте книг. И до 17.00 в прямом эфире. До связи.